Привет, мои хорошие! Добро пожаловать к вам на чердак и я, Алива Чернова. Любите ли вы переделку старой мебели так, как люблю ее я? И сегодня у нас... Зачем я вам это рассказываю? Смотрите сами, погнали! А сегодня у нас вот такой вот невзрачненький пациент, которому предстоит очень долгая и сложная операция по восстановлению внешнего вида. Мы решили схитрить и снять старый лак вот таким вот средством для снятия старой краски и старого лака. Придерживаясь четкой инструкции, мы нанесли это средство на тумбу кистью, плотным таким хорошим слоем и подождали один час. После долгих и тщательных шкрябаней шпателем мы поняли, что это не работает. И приступили к кардинальным мерам. Как раз у меня появился повод опробовать мой подарок от мужа на 8 марта. Срать в твой гроб! Сгейн, сатана, нет! Ходите увидеть немного магии. В этот раз не выйдет, чудо жоп магический! Я не шлифую этот лак до голого дерева, но стараюсь снять максимально много и создать матовую шершавую поверхность для лучшей адгезии, то есть сцепки краски и поверхности этой тумбы. Отковыриваем и отвинчиваем все, что не нужно и снимаем дверцу, чтобы было удобнее ее красить и чтобы обновить эти старые петли. Они уже изрядно поизносились. Эти старые ножки мы будем менять, а значит от этих нужно избавиться. хорошенько обыкновенной водой вымываем тумбу от этой пыли и обезжириваем. Переходим к шпатлевке. Нам необходимо зашпатлевать все царапины, сколы, какие-то ямки, старые отверстия от старых ручек, потому что они у нас будут новые. Ждем полного высыхания шпатлевки и шкурим. При необходимости процедуру повторить. Снова хорошенько вымываем все от пыли водой и обезжириваем. Это и будет нашей подготовкой к покраске. И наконец-то красим. Я крашу черной акриловой краской на водной основе фирмы Дуфа. Это хорошая плотная краска, достаточно буквально два слоя, но для своего спокойствия я покрываю в три, в некоторых местах в четыре слоя. Но это лично уже мой пунктик. Мы этой краской красили нашу кровать, держится уже год и держится прекрасно. Внутри тумбочку я тоже крашу в черный цвет. Внутреннюю открытую полку я решила оставить деревянной. Мы ее хорошенько зашлифовали тоже и я ее покрываю морилкой. Все той же морилкой на водной основе, которой мы покрывали наши деревянные светильники. Кто не видел, ссылка вверху справа. Внутреннюю часть ящика я тоже решила заморить, потому что он был никак не обработан совершенно. И это, между прочим, мебель с завода. Кстати, этот ящик мы внутри немного подремонтировали, а то он совсем рассохся. После полного высыхания морилки я покрываю акриловым лаком на водной основе эту открытую полку для надежности. Так как мы еще вначале безжалостно с корнем выдрали те деревянные старые ножки, на которых она была, мы решили заменить их на новые. И я решила, что будет классная бюджетная идея заказать их с Алиэкспресса. Вот такие. Но на практике оказалось совершенно другое. Они оказались совершенно не бюджетные, ждать их нужно было очень долго. И мы купили обыкновенные металлические ножки у нас в строймаркете в нашем городе. Вышло, кстати, дешевле. Смотрите. А эти дурацкие наклейки можно спокойно оттереть антисиликоном. Ножки немного шлифуем наждачкой мелкой фракции. И мы их будем красить. Угадайте, в какой цвет. Как говорит моя подруга, золотой баллончик на все времена. И я решила их покрыть лаком. Ну, чтобы не окислялись и все такое. Ну, в общем, как вы поняли, это был провал. Я смыла всю краску антисиликоном и снова покрасила. Переходим к красивостям. Эти прекрасные ручки я купила на Алиэкспрессе. Ссылки оставлю в описании. Но, как оказалось, этот крепежный винт, который шел в комплекте, оказался коротковат. И Дима, это, кстати, мой муж, раздинкерил, то есть расширил это отверстие для винтика, чтобы винтик туда утопить. Размечаем новые отверстия для новых ручек. Рассверливаем отверстие и крепим ручки. Спасибо, муж! Выдвижной ящик был утоплен внутрь на пару сантиметров. И меня это немного раздражало. Нужно сделать так, чтобы он был вровень с торцами тумбы. В нишу для этого ящика Дима прикрутил планочку, чтобы ограничить глубину хода ящика. Ставим назад дверку. Ну и, конечно же, наша тумба не останется просто черной. Поэтому я решила использовать поталь. Я вдохновилась вот такими вот картинками на Пинтересте. Мне реально понравилось, они меня очень зацепили. И мне захотелось сделать что-то подобное. А так как я работала с поталью первый раз и имела о ней кое-какие чисто абстрактные понятия о том, что да, это что-то там, какие-то сплавы металла, о том, что для нее нужен отдельный специальный клей, и о том, что она может окисляться, если покрывать ее лаком на водной основе, поэтому я на свой страх и риск просто доверилась чутью, найтию. Как сказать по-другому? Интуицию. Таланту. Врожденному. Врожденному таланту. И забегая наперед, я хочу сказать, что получилось весьма неплохо. Смотрите дальше. Конечно же, я рекомендую вам делать все четко по инструкции. А лучше забейте конкретные подробные видосы на ютубе. Я промазываю лаком те участки, которые буду оклеивать поталью, и аккуратно переношу поталь. Приклеиваю, немного прижимаю пальцами или кистью, и перехожу к следующему участку. Обязательно поталь наношу внахлёст, и жду, пока немного схватится. Затем излишки снимаю кистью растушевывающими движениями, и докладываю маленькие участки потали в те места, где необходимо. Когда результат меня устраивает, я покрываю лаком. А так как у нас бюджетная переделка, я клею все на алкидный лак PF-170, и им же буду эту поталь покрывать. Этот лак используется для металлических и деревянных поверхностей, для создания глянцевого эффекта, и для защиты от окислений. Конечно же, я знаю, что я делаю не по инструкции. Но я же говорила, что у нас бюджетная переделка. Поэтому я не использую специальный клей для потали, который, ну, совсем не бюджетный. И не использую специальный лак на спиртовой или масляной основе, потому что я его просто не нашла в магазине, и заменила его алкидным лаком. И, кстати говоря, результат превзошел все мои ожидания. Берите себе на заметку этот очень-очень бюджетный лайфхак. Обязательно работайте в перчатках. И застелите бумагой или пленкой свое рабочее место, потому что поталь будет буквально везде. Даже в носу моей собаки. Наши ножки высохли, а значит их можно прикручивать. Субтитры сделал DimaTorzok Я надеюсь, она нравится вам так же, как и мне, потому что, ну, блин, она же потрясающая. Добро пожаловать в динамик. Добро пожаловать в динамик. Ты влюбился? Я влюбился. А ты? Я тоже влюбился. Я, 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 я. Мне очень-очень нравится. Она, правда, превзошла все мои ожидания. Хотя, кого я баню, я знала, чтобы это просто. Сегодня у меня просто самоцинка очень скаль. Конечно, кто-то может сказать, что зачем переделывать старое, ведь можно пойти купить новую и все такое. Во-первых, вы такую еще попробуйте найдите. Это раз. Во-вторых, я очень люблю мебель с историей. Ну, не знаю, в моем понимании у такой мебели есть душа. Я прям как Фиби. И ее не любовь к Поттери Барну. Ты заказала его в Поттери Барн? Да. Фиби ненавидит Поттери Барн. Я тоже ненавижу Поттери Барн. Фиби ненавидит Поттери Барн? Да, но ненавидит все фабричное. Она считает, что ее мебель должна иметь свою историю. У этого стола есть история. Его доставили сюда из другого магазина. С удовольствием переделывайте старую мебель, наслаждайтесь этим процессом и реально пробуйте. У вас получится. Потому что я тоже когда-то начинала это делать впервые. И даже самая первая вещь, которую мы переделали с мужем, оказалась очень-очень классной. Смотрите. Таким шкаф был до, а таким после. Мы его переделывали практически таким же образом, как и переделывали эту черную тумбу. Но вместо потали мы клеили молдинги. У нас, кстати, тогда не было никакой шлифовальной машины и я шлифовала все вручную. А эти самые красивые мебельные ручки на свете из Zara Home. Естественно, на этом шифонере мы не остановились. И продолжили переделывать дальше. Это был самый обыкновенный трильяж или трюмо, какое было у всех. Лаковое деревянное с огромным зеркалом. Я нашла его на OLX за 300 гривен. Это около 10 долларов. Мы его перекрасили в серый цвет. Я колеровала краску сама. Ножки оставили деревянные. Я их морила и покрывала лаком. А ручки сделала кожаные. Из двух кусочков кожи и мебельных кнопок. Еще мы переделывали кровать, но это уже совсем другая история. Потому что, скорее всего, у этой кровати будет новая переделка. И эту новую переделку я вам уже точно покажу. Подписывайтесь на наш канал, потому что нас ждет еще куча классных проектов. У нас еще столько идей и задумок. И это только на этот год. А что будет дальше? Не передать словами. Ставьте лайки. Рекомендуйте нас своим знакомым. И до встречи на чердаке. Пока. А вы заметили, сколько тут уточек? Привет, я Дарк Фейзер. Я статуя свободы. Так, все. Этому городу нужен новый герой.